Ну что, 20 числа октября в Авьедо. Как вы видите, тепло продолжается. Ну и сегодня мы с вами рассмотрим один из районов Авьедо. Это Сиудат-Наранко, который находится в принципе очень недалеко от центра. То есть минут до 10 минут пешком примерно вот так вот. И рядышком получается с ЖД и автовокзалами. То есть фактически он находится вот по другой стороне от них. Ну сейчас я вам все расскажу и покажу. Поехали. Сегодня у меня здесь есть работа. И соответственно заодно решил вам снять район. Вот мы начнем отсюда снимать. Здесь начинается вот туда пройти. Вон прямо будет справа это ЖД вокзал. Ну а еще 3 минуты от него также прямо будет и автовокзал Авьедо. Ну и получается вот в ту сторону у нас будет через дорогу туда в общем будет центральная часть. То есть все очень, очень и очень недалеко расположено. Ну и мы сейчас соответственно углубимся в район. Вот такие вот интересные домики, кафешки, утро. Ну и посмотрим его более детально. Вот памятник Самуилю Санчесу, призеру Олимпиады в Пекине. Вот в эту сторону идет район. По нему мы соответственно и пройдем. Сейчас только пойдем по другой улице, чтобы разные посмотреть. Я вам буду название улиц снимать. Кая Лос Пиларес. Ну и в ту сторону она проходит. То есть с того боку вот так вот. Вот этих вот домиков. Вот видите, кафешки идут. Ну и мы с вами идем. Тут есть такие вот небольшие улочки. Они получается идут, заворачиваются и можно обойти. Ну в принципе, вот я думаю отсюда видно, что все неплохо. Это вот вам снимаю название этой улицы. Соответственно следующая улица. Ну это та, по которой предыдущая вот так полукругом соединяется. И вот смотрите, какой интересный. Вот он домик треугольный. Там вон есть отдельные дома. И свернули мы на Авенида де Санпедо, де Лос Аркос. В целом читал про район. Когда здесь общее количество населения порядка 13,5 тысяч. Сам район еще 60 лет назад составляли буквально там считанное число улиц. Ну и естественно с ростом города. Соответственно и развивался сам район. Представлен он как вот отдельными домиками с этой стороны. И соответственно многоэтажками ближе туда, к стороне вокзала. Ну мы туда тоже дойдем, соответственно снимем. Ну а здесь вот видите какая красота идет. Я всегда люблю отдельные домики, конечно. Каждый из них, но это своего рода определенное произведение. Искусство. Ну и понятно, вон смотрите, в ту сторону тоже идут из частных домиков. Это в обратную сторону. Ну а мы идем опять же туда, обратно в сторону. В сторону вокзалов. С правой стороны они будут. Ну и соответственно смотрим, что здесь есть. Есть, вон кстати церковь. Сейчас мы наверное к ней подойдем. Вон как раз слышите колокол. Мы подходим. Тут кстати есть школа. Все необходимое для жизни естественно присутствует. Ну как я и сказал совсем недалеко. До центральной части. Все очень близко. Ну и вот пожалуйста церковь. Здесь же расположена далее школа. Вот занимаются физкультурой. Дети бегают. Ну а мы с вами бегаем по району. Ну и вон уже видите, такие вот пригорки идут. А налево, налево частная застройка. Смотрите сами. Домики. Ну это где школьники бегают. Такой небольшой парк. Кстати тут есть клиника Астуриас. Я тут в этом районе. Я сюда даже обращался как-то. Поэтому вполне приличная клиника. Я сюда по страховке. Ну то есть в целом вообще все это самое. Все такого рода. Необходимо как в любом из районов присутствует. Ну к тому же который неподалеку от центра. Ну вот мы еще проходим. Ну понятно вот с этой частью, которая дальняя от вокзала. Смотрим мы по карте Идеалиста. Вот на Идеалисте если что ведете сюда на рамку. Въеда. И вам по карте вы сможете непосредственно увидеть вот эту зону, что идет подальше от вокзала. Ну очень красиво конечно очень. Ну вот здесь тоже соответственно. Ну а там вот чуть дальше уже начинается и многоэтажная застройка. Ну ее мы в общем-то и идем посмотреть. То есть в основном конечно большая часть кто переезжает, смотрит, то присматривает себе квартиру. Во всяком случае изначально. А уже потом на месте может со временем и в эту часть переберется. Ну и идем смотреть квартиры, дома вернее, многоквартирные. Ну и вот улица вот эта идет на ранхо де Бульнес. То есть в ту сторону. Это за школой уже. Ну вот видите она там упирается соответственно тоже. Ну и тут уже идут многоквартирные дома застройки. Ну а сейчас немножко пройдемся с вами по улице Фернандес де Увьедо. Ну здесь вот такие вот есть домики. Ну и примыкают вот пожалуйста к частным. Спустимся, пройдемся, посмотрим. Цены по ценам. Тут цены есть, ну на мой взгляд, во всяком случае, весьма нормальные, так скажем. Если мы так смотрим для Увьедо. То есть и начиная от 30 с чем-то тысяч. Ну ближе может к 40. Ну и соответственно дороже, потому что есть разные. Есть в том числе, ну соответственно без отопления. Тогда что-то надо будет думать. Ну а есть соответственно и с отоплением там, допустим, с индивидуальным газовым. Те уже будут чуть дороже. То есть соответственно, ну индивидуально все естественно. Вон автобус проехал. Вот улица пересекает Лоренцо Броньедо. Ну и мы идем дальше. Вот пожалуйста, чтобы людям можно было подняться. Вот пенсионеры соответственно на лифте поднимаются. А не вот по такой лестнице. Видите, как удобно, так скажем, для людей. Ну и вот тут такая вот типичная застройка идет. То есть дома примерно 70-х годов. Некоторые чуть помоложе, но тем не менее. Вот это мы уже идем к концу района. Можно сказать, к концу района и к концу в целом. Ну ближе к концу города. Потому что вон видите, буквально прямо перед нами уже недалеко. Можно непосредственно сразу на природу. И вот автобус. То есть автобусы здесь есть. Кто не хочет, допустим, пешком ходить. Или кому надо куда-то, допустим, не в центр, а в другое место. Вполне может воспользоваться остановкой общественного транспорта. Вот домики такие. Ну эти поновее. Ну и вот мы идем далее. Получастная школа. Ну и туда вот пошли вот тоже отдельные домики. Вон вы видите. Ну и дальше туда более новая застройка многоэтажная. Ну и вот мы подходим к окончанию района с другой стороны. Вот видите. Очень симпатичные домики. Улочка такая. Ну и вон посередине круг. Вот, пожалуйста, поликлиника. Ну и вот сюда вот тоже расположенные домики. Жубная клиника. Ну и тут уже окончание. Вот, пожалуйста. Окончание района. Ну и вот, смотрите, в эту сторону. Мы вышли вот. Такая площадь. Вот отсюда видно вот и центральный собор Авиеда. Ну и вот такая вот красота и детская площадочка. Ну вот, смотрите, вот это здание ближе. Но вон, смотри, вон весьма старый домик. Я просто видел одно из объявлений. Там был вид прям недорогой. Вот прям на вот на это здание был вид. Но я так думаю, вполне возможно, что вот с вот этого домика. Но он, конечно, такой видавший в виде. Вот. Ну а так в целом, конечно, вот рядышком вот такие вот красивые, хорошие дома. Вот здесь чуть более постарше, но нормальный. Один вот такой совсем старенький есть. Да и вот такая вот часть. Это мы уже подходим, в принципе, недалеко к переходу. И там уже будут рядышком с ЖД вокзалом Авиеда, в принципе. Ну и я же говорю, отсюда до центра, но я не знаю. Мне кажется, меньше 10 минут пешком. Смотрите, вот тут работы проводятся как раз в районе неподалеку от вокзала. Ну а тут вот такие вот симпатичные домики. Ну что ж, смотрите, вот я буквально вышел вот оттуда. Закончился район Сюдат-Наранко с той стороны. И вот уже Авиеда, кипит жизнь. Ну, в принципе, и то Авиеда. Я имею в виду центральная часть Авиеда, фактически вон она. Вот. И что? В общем-то, все рядом, все близко. В общем-то, да, и сам райончик весьма интересный. Вот. Учитывая, что там есть, ну, и цены достаточно вполне нормальные. Вот. Так что прогулялись мы, посмотрели еще один район Авиеда. Присоединяйтесь к каналу. Плейлисты есть разные районы, разных городов. Поэтому пишите на почту, в общем-то, какие вопросы. Ну и вам же желаю я всего хорошего. До новых встреч и пока.